Знаешь, а ну вы правили, что на машине с шипами нужно клеить знак «Ш». Правило это действительно новое. Оно вступило в силу в апреле этого года, но фактически до первого снега не применялось. А тем, кто ездит на так называемые липучки, эта наклейка и вовсе без надобности. Между тем, за отсутствие соответствующей буквы на шипованной машине положено наказание. Предупреждение в первый раз и штраф 500 рублей во второй. Красноярские автовладельцы с такими мерами согласны. Может, потому что сегодня они были под защитой Деда Мороза. А сами-то почему тогда все еще без знака ездили? Все не успевал, не успевал. Сегодня вот услышал от ГИБДД про новость про это, что Дед Мороз будет выдавать. Думаю, ну, время потеряю, пять минут подъеду. Когда ты уже за автомобилем движешься, ты уже как-то видишь обозначение на нем. Мне кажется, можно среагировать. Если придумали закон, значит, надо его исполнять. А если будет стоить 200 рублей, то никто это не будет делать. 500 уже существенно для всех и все будут клеить этот знак. Табличка с буквой «Ш» не просто говорит о том, что на ваших покрышках шипы. Знак предупреждает, что тормозной путь на скользкой дороге может оказаться короче. В такой ситуации другим водителям лучше держаться на большей дистанции, чтобы в случае чего не допустить столкновения. По ГОСТу длина каждой стороны знака должна быть не меньше 20 сантиметров, а ширина красной полосы составляет 0,1 от нее. При этом максимальный размер всего знака никак не регламентирован. Главное, чтобы его видели другие участники движения, и он был наклеен на задней стороне автомобиля. Этим пользуются некоторые шутники, чуть ли не целиком обклеивая свои машины. Вот такие фотографии можно часто встретить в интернете. При этом юмористы даже не догадываются, что спасают себя от неприятностей более крупных, чем штраф. В случае ДТП отсутствие знака «Шипы» может стать отягчающим обстоятельством. Один нарушил скоростной режим, его не соблюдал дистанцию, а другой не повешал табличку опознавательную. Пишутся в моем правиле, статья, сумма штрафа. Страховщики успокаивают принимать решения, а в выплатах они все равно будут в соответствии с результатами своего расследования, которое и установят, могло ли наличие или отсутствие знака повлиять на исход аварии. Есть ситуации, когда он ни в какой причине следственной связи не состоит, потому что наличие знака «Шипы» или отсутствие его сзади, если едет пьяный автовладелец со скоростью 150 км в час на встречке, ну что теперь поделать, это никак не связано, поэтому понятно, что второй участник получит в полном объеме выплату. Если здесь как раз гололед, несоблюдение дистанции, это всегда ситуация индивидуальная, они должны разбираться. По внутреннему регламенту автоинспекции зима ограничена тремя месяцами – декабрь, январь, февраль. Именно в это время автомобилисты должны использовать сезонную резину. Но независимо от того, когда вы переобули свою машину на «Шипы», предупреждающий знак нужно повесить сразу. Таково требование правил дорожного движения. Сергей Сеславин, Александр Ермошенко, Всеволод Никитин. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok